Уникальная площадка для развития зимних видов спорта. В Карачаевске ведутся работы по возведению первого ледового дворца. Напомним, что решение о строительстве первого в республике Каткапри надлежит главе республики Рашиду Тимрезову. Сейчас роется котлован и идет подготовка для будущего фундамента о строительстве ледового и о том, когда будет завершено строительство, расскажет Алихан Лепшоков. Именно здесь будет двухэтажное здание первого ледового дворца общей площадью более 4000 квадратных метров. Сейчас специальная техника роет котлован и идет подготовка для будущего фундамента. Важно отметить, что данный спортивный объект будет построен в рамках реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Мэр Карачаевска Альберт Доттаев подчеркнул, что будут приложены все усилия для завершения и запуска ледового дворца в установленный срок. Вот у нас ледовый дворец, каток, так сказать, и уже со своими спортсменами, отделом спорта мы уже говорим о том, что туда надо пригласить нормальных тренеров. У нас нет тренеров по фигурному катанию, по хоккею, но надо будет приглашать и это дело запускать, чтобы дети нашего округа, района, ну и этой части республики могли заняться вот этим спортом. Ледовый дворец был спроектирован 2-3 года назад. Как отмечает мэр Карачаевска, есть небольшие сложности при строительстве в плане сметной стоимости проекта, но они решаемы. Строительство спортивного объекта находится под пристальным нашим вниманием, заверил Альберт Асхатович. Стоимость материала, особенно железа, а он весь железный, выросла в два с половиной раза, то есть он в смету прежнюю не укладывается. Нового смета нету, закон не позволяет два раза торговать, но если бы мы в прошлом году его правительство не провели бы торги и подрядчик сейчас не приступил бы к работе, то деньги выделенные в прошлом году еще, они бы пропали для Карачаевска, а для Карачаевска пропал бы Ледовый дворец. Поэтому мы осознанно пошли на риски такие экономические. И правительство Карачаевска спасибо им за это. И, в принципе, работы начались. Будут сложности, но мы их будем преодолевать. Пропускная способность для массового катания состоит 230 человек, а для тренировочного процесса 50. С появлением Ледового дворца дети смогут приобщиться к зимним видам спорта, таким как хоккей и фигурное катание. У нас вообще в республике впервые строится этот объект, Ледовый дворец. Я думаю, что развитие зимних видов спорта у нас в республике даст толчок для молодежи, для подрастающего поколения. Думаю, что развитие видов разных конкобежного спорта, например, даже есть приоритивы к будущему, что привлечь специалистов, тренировок. Помимо Ледового катка в здании будут расположены залы для хореографии и силовых тренировок. Завершение строительства Ледового дворца планируют в этом году. Аля Халибшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Продолжение следует...